В этом видео мы поговорим о стандартном инструменте программы Ableton Live. Это симплер, упрощенный сэмплер. Несмотря на свою внешнюю простоту, он имеет достаточно широкие возможности и лишь с помощью него можно построить очень-очень-очень много различных партий. Как раз это видео этому посвящено. Инструмент симплер можно найти во второй вкладке в левой части программы Ableton Live. Там, где находятся стандартные встроенные в программу инструменты. Вот он. Если мы перенесем его в поле аранжировки и посмотрим, что он у себя представляет, это достаточно простое устройство. Может быть, конечно, если вы впервые сталкиваетесь с подобными вещами, то для вас оно не такое уж и простое, но поверьте, это абсолютно несложно. И сейчас мы разберем основные блоки этого инструмента, для чего что используется и в каких случаях это применяется. Ну давайте для начала продемонстрирую возможности. То есть помимо просто воспроизведения сэмплов можно делать вот такие вот вещи. Вот такие вот вещи. то есть даже если это и симплер, то не такой уж он и симпл. В общем-то, если мы возьмем пустой инструмент, то он представляет из себя следующие блоки. Это блок для загрузки сэмпла. Давайте сразу что-нибудь сюда загрузим. Например, вот здесь есть сэмплы басов. По умолчанию симплер раскладывает ваш сэмпл на все доступные ноты вверх и вниз относительно ноты C3, то есть это нота до третьей октавы, нажимая на которую вы услышите оригинальный звук. И если вы пойдете вниз соответственно от нее, то звук будет все ниже и вверх, он будет выше. Это понятно, я думаю. Это окно, эта часть окна инструмента позволяет осуществлять навигацию по сэмплу вплоть до самых мелких его частей, что в дальнейшем нам очень сильно пригодится. Далее идет блок по воспроизведению, то есть это старт, длина воспроизведения, тут вот еще дополнительные настройки Loop и Fade, которые работают в режиме Loop. Давайте разберемся для начала со стартом. Я думаю, это понятно, что это то, с какого места будет стартовать наш звук в том случае, если на симплер приходит MIDI-сообщение с вашей MIDI-клавиатурой, либо вот, допустим, вот такое сообщение из секвенсора. Итак, далее длина. Можем ограничить длину, в процентах она указана. И теперь, если мы активируем режим Loop, то сэмпл зациклится. И в зависимости от того, от точки старта и конца, у нас будет, соответственно, и длина нашего лупа зависеть. Вот таким образом получаются некоторые интересные звуки, типа вот таких, которые в дальнейшем могут лечь в основу, например, таких вот тембров. Но это я немного вперед забежал, чтобы просто вам было интересно. Для чего нужна кнопочка Snap? Snap режим, он активен в том случае, когда у нас включается режим Loop. лупа, мы выставляем длину этого лупа. И если мы нажимаем Snap, то программа пытается найти какое-то место, где волна у нас уходит в нулевую точку для того, чтобы предотвратить какие-то щелчки и искажения. И если они нам не нужны, то мы нажимаем Snap и смотрим, куда программа поставила. Но бывает такое, что нам специально нужен этот щелчок, как в этом случае. Поэтому мы режим Snap не включаем. Соответственно, если его мы выключим, то мы можем очень плавно двигаться, выбирать плавный конец лупа. А если она включена, то это такие фиксированные места, где программа уловила пересечения. И функция Fade выполняет Fade, то есть затихание. Что тоже может, в свою очередь, предотвратить щелчки и немножко изменить тембр. Идем дальше. Следующий блок это ADSR. Что такое ADSR? Это в уроке основы синтеза я объяснял. Здесь расположены регуляторы огибающие, которые управляют громкостью сэмпла, фильтром и питчем. Если, конечно, эти режимы активны. Громкость активна по умолчанию. Поэтому, если мы начнем изменять ADSR, то это напрямую сразу повлияет и на громкость. Следующий блок. Это блок фильтра. Что такое фильтр? Опять же, к основам синтеза возвращайтесь. Давайте выберем для демонстрации low-pass фильтр. Немножко изменим. Пусть будет вот такой вот очень яркий звук, чтобы было слышно разницу. Срежем ему вверх. И давайте взаимодействовать с огибающей. Активируем огибающий фильтр. Для того, чтобы она начала управлять фильтром, надо добавить степень влияния. Она также работает и в обратную сторону. Ну и теперь мы можем здесь все очень легко настраивать. Таким образом, можно порой обойтись без аналоговых устройств. В данном случае синтезаторов. На которых были, например, синтезированы вот эти тембры. Хотя, конечно, надо учитывать, что в аналоговых синтезаторах фильтры в каждом синтезаторе, они по-своему все-таки работают. И их характер, он отличается от характера фильтра, например, в данном симплере. Поэтому все же, если мы возьмем чистую пилу, например, или какой-то тембр там с синтезатора Minimug, импортируем сюда и попробуем воссоздать такой же тембр, чем-то он, конечно, будет похож. Но фильтр Minimug все же работает по-своему, не так, как этот фильтр. И поэтому разница будет. Для таких действий хорошо подходят различные библиотеки, в которых есть вот такие звуки. То есть импортируя эти звуки сюда, мы можем получать разные тембры. Теперь давайте перейдем к секции LFO, генератор низких частот, тоже. К основам синтеза вернитесь, если не поняли, что это такое. Если мы его включаем, то изначально он не влияет на тембр. Но для того, чтобы он повлиял, надо где-то добавить его влияние. Когда вы его включаете, обратите внимание, вот в этом месте, в этом и в этом у нас становятся активны эти области. Все потому, что мы можем добавить влияние LFO на громкость, например, на панораму, на питч и на фильтр. С помощью этого можно конструировать различные тембры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, изменяя, например, изначальный сэмпл, мы можем кардинально изменить звучание. Что такое вот в этом блоке расположено? Transpose, Detune, Glide, Spread. Spread — это не масло в данном случае. И так, я взял вот такой вот звук. Поднимем его немножко. Не очень приятный тембр получился, но дело не в этом. Сейчас я буду объяснять, что это за блок. Ну, во-первых, классический Transpose. Плюс, просто плюс-минус, да, по полутонам. Опускаем, поднимаем питч. Во-вторых, это может быть влияние LFO на питч. Далее. Параметр Glide. Глайд — это такое скольжение между питчем нот. То есть играет одна нота, и вторая запускается не резко, а плавно к ней подъезд происходит в зависимости от параметра Time. Глайд и портамента разделяются на то, что Глайд больше имеет отношение к монорежимам, когда играет у нас, грубо говоря, вот здесь один звук, а параметр портамента, когда играет полифонический тембр. Давайте добавим. Видите, да, что происходит такой подъезд? Параметр D-tune. Это в пределах полутона небольшое смещение, если вам нужна точная постройка, подстройка. И параметр Spread — это что-то типа унисона. То есть немного дублируется тембр, и между ними делается D-tune. Поэтому появляется такой эффект расширения стереобазы. И Envelope у нас включается, если мы вот здесь активируем огибающую питчу. Я думаю, что с этим все должно быть понятно. И давайте к завершающей стадии подойдем. Это громкость, во-первых. Я думаю, понятно, что за громкость. А далее это влияние LFO на громкость, я уже показывал, и влияние Velocity на громкость. То есть Velocity — это, грубо говоря, громкость MIDI-сообщения. Вот здесь она показывается. Если у вас нет этой области, то ее вот таким образом можно достать отсюда. Сила нажатия клавиши, по сути, если вы работаете на MIDI-контроллере. И давайте изменим громкость сэмплов. Если у нас стоит 0, то все сэмплы проигрываются с одинаковой громкостью. Если мы добавляем влияние Velocity на громкость, то у нас постепенно изменяется положение дел. Вот здесь сейчас была одна громкость, потому что у нас стоит режим монофонический. Вот теперь все, как бы слышно. Каждая нота играет на своей громкости относительно значения Velocity, которые мы выставили. Вот такой вот инструмент Simpler. Достаточно простой, но достаточно мощный. Где его можно использовать? Да хоть где. Во-первых, для банально загрузки туда сэмплов, ваншотов, например. Если вы возьмете драм-рек инструмент, не безызвестный, на котором в программе Ableton Live ритмические, допустим, партии строятся, то каждая ячейка этого инструмента представляет из себя ничто иное, как Simpler. С точно такими же настройками. Если нам нужно создать что-то из небольшого отрывка звукового, то есть вот такого шота с синтезатора, например, то в таком случае мы перетаскиваем это в Simpler и адаптируем под свои нужды. Конечно же, если вы изначально создаете звук с нуля на синтезаторе, просто из волны, то в таком случае ваши возможности более широкие. Но порой такие возможности даже и не нужны. Можно обойтись и Simpler. Иногда даже в Simpler можно сделать какие-то более широкие вещи, то есть вот особенно с лупами. И вообще бывает такое, что широкие-то возможности они в каком-то случае и не нужны. В общем-то выбирайте инструмент по вашим нуждам. Если вам подходит Simpler, то работайте с ним. А инструмент Simpler — это по сути расширенный Simpler. Там намного больше функций, но его мы в рамках данного курса касаться не будем, так как он уже является таким дополнением к программе Built-on-Live и вообще приобретается отдельно. А инструмент Simpler есть в любой версии этой программы. Ну, начиная там, не знаю, может быть, не помню, что было до пятой, шестой версии, но вот начиная с пятой, шестой версии Simpler был. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем видео. И рекомендую вам открыть вашу программу и поупражняться в Simpler, позагружать туда различные сэмплы и немножко поразвлекаться.